Проект Публичного центра правовой информации Центральной городской библиотеки Мочегорска «Универсальная территория» признан одним из лучших в конкурсе социнициатив благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Проект стартовал в марте текущего года. За полтора месяца в рамках «Универсальной территории» уже прошли четыре профориентационных мероприятия. На этой неделе состоялось еще одно событие, но уже творческого характера. Подробнее расскажут Мария Грибановская и Евгений Яшин. Универсальная территория потому универсальна, что на ней почувствуют себя комфортно мочегорцы любых возрастов и интересов. Целевая аудитория проекта не имеет жестких рамок, скорее наоборот. Принять участие в мероприятиях могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Новый проект у нас начал свою работу. Это универсальная территория. В чем заключается этот проект? Мы создаем на базе нашего публичного центра правовой информации новое комфортное городское пространство, где любой по возрасту от мала до велика может использовать свои возможности посредством получения дополнительного образования через сеть интернет. Сможет какие-то новые навыки приобрести, необходимую информацию, обмен знаниями и проявить себя всяко-разно с творческой стороны. Изготовление цветов из салфеток – первый мастер-класс в рамках проекта «Универсальная территория». Закупить необходимые материалы, объединить всех в одном творческом процессе, да и в целом создать позитивное настроение – задача руководителя арт-лаборатории проекта. Сегодня у нас состоится мастер-класс на тему такую интересную «Салфеточное чудо». Мы будем изготавливать из такого, казалось бы, простого материала, как обыкновенные салфетки для сервировки стола, мы будем делать чудеснейшие цветы красивые. Это будут и розы, и ромашки, и тюльпаны. В общем, у нас будет весеннее прекрасное настроение. «Салфеточное чудо» создавали учащиеся коррекционные группы МОНПК – ребята из отделения помощи семье и детям и отделения дневного пребывания молодых инвалидов Мончегорского КЦСОН при помощи волонтеров проекта, учеников лицея имени Сизова, 7-й школы и студенты Политехнического колледжа. Мончегорский политех – давний сотрудник и партнер библиотечной системы, с которым связывает много интересных проектов. «За окном мороз, за окном зима, так весна не приходит к нам, и поэтому мы хотим создать цветочные композиции, цветочную палитру у нас здесь, чтобы зарядиться позитивом, поднять настроение, творческий настрой и, может быть, даже приблизить весну». Для всех участников мастер-класса студенты МОНПК приготовили вкусный бонус – пироги собственного приготовления. Свои кулинарные шедевры ребята также изготовили в виде цветов. «Мы испекли булочки для весны в виде листочков и вложили душу в эти пирожки». «Долго старались? Сколько ушло на изготовление такой красоты?» «Несколько часов». Аромат от выпечки быстро распространился по всей центральной библиотеке. Приятно отвлекал, но не мешал творить рукодельную красоту. Полчаса совместной работы с волонтером и уже готов первый весенний цветок. «Первый цветок на севере – это одуванчик. Мы его вам сделали. Пожалуйста, полюбуйтесь». Закончился мастер-класс не менее позитивной нотой – чаепитием с вкуснейшими пирогами. А изготовленные цветы ребята решили подарить ветеранам на 9 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова